Господь, благодарим Тебя за этот вечер! Помоги нам, Господь, быть простыми, когда мы касаемся Тебя, во имя Иисуса! Господь, помоги нам никогда не подняться в своих собственных глазах, Господь, чтобы стать великими! Помоги нам, Господь, всегда быть открытыми и простыми пред Тобою, во имя Иисуса Христа! Благодарим Тебя, Отец, за Твое дивное присутствие на этом месте! Благословляем друг друга и благословляем это время! Итучай в богослужении во имя Отца и Сына и Духа Святого! Аминь! Аминь! Давайте мы подарим Богу аплодисменты! Аллилуйя! 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 Пожалуйста, приветствуй кого-то, кто находится рядом с Тобою! Скажи привет, рад тебя видеть и, пожалуйста, присаживайтесь! Вы-то не можете друг друга не приветствовать, вы уже видели друг друга! Вот это как-то глупо выглядит, да? Не приветствуй того, которого ты приветствовал уже сегодня! А то как будто ты... как эти, которые память забывают у них? Которые дома путают, куда они ходят, в общем? Как-то, да, как они называются? Из дома вышли из одного, пришли в другой, вот, да, не веди себя так! Прежде чем, как я начну про поэд, хотел бы несколько таких важных вещей сказать, которые ждут нас и зимой, и летом 2017 года. Во-первых, зимой мы едем с некоторыми из вас, мы... Вот было хорошо, а сейчас что-то случилось. Мы зимой вместе с некоторыми из вас едем в Грузию, в Армению кататься на лыжах и сидеть на сноубордах, да, вот, ну, все эти моменты. Поэтому, если вы хотите к нам присоединиться, то есть информация у Ани, мы едем на 8 дней, такое путешествие, да, Аня здесь, она будет после собрания находиться. Мы едем в путешествие, в 8 дней выезжаем из Москвы, в Пятигорске ночуем, пироги едим, хинкали кушаем, катаемся на лыжах, едем в Армению, там, в молодежном лагере находимся, кушаем каш по утрам, ну, в общем, все эти моменты, да. Возвращаемся в Москву через 8 дней. В общем, интересное путешествие нас ждет в конце января, в начале февраля. Да, 8 дней мы займем тогда в эту поездку. Потом тогда летом мы отправимся в... Там слайдов нету. Оля. Ёлки. Вот, спасибо, Оля, спасибо тебе большое. Да, и потом тогда летом мы поедем 17-го года, в июле месяце мы каждый год организуем что-то интересное для молодежи церкви. Если хочешь с нами присоединиться, то это уже летом другое будет картинка. Оль, мы в Эстонию не поедем в этом году. Нет, это вот чуть раньше надо, Оль, другая картинка. Не надо спойлерством заниматься сегодня во время богослужения. Надо кто-то там, чтобы помог, может быть, Алена тогда, да. И летом мы поедем тогда... Мы каждый год что-то организовываем интересное. Летом в этом году мы поедем, я скажу, в несколько городов. Мы поедем в Венгрию, в Австрию, в Чехию и в Швецию. Две недели мы будем находиться вместе, путешествие такое у нас будет. Если хочешь тоже с нами присоединиться, 17-го по 30-е июля, то тоже можешь к Ане подойти и сказать, я летом поеду или зимой поеду. И поехали вместе с нами. Будет интересное время. Мы были в Израиле несколько раз, были в Норвегии, были, где мы еще были, в Швеции были, в Польше мы были, в Италии были, в общем, везде-везде были. Поэтому летом в этом году мы едем маленько другой стороной, но также едем тогда туда. И будет конференция в Швеции, тоже мы попадем туда, и там будет интересное время. Джентензин Франклин будет там, мы все-таки найдем его и спросим у него про пост еще больше всего. В общем, интересное время, она ждет с вами в конференции. Поэтому хочешь, присоединяйся к нам и поехали вместе с нами. Хорошо. Тогда все такое важное хотел сказать, потому что сейчас мы уже готовимся, чтобы потом уже летом поехать. Хорошо. Хочу проповедовать сегодня тогда для нас с вами, ой, давай мотаем дальше, два слайда. И тема моей проповеди сегодня называется следующим образом. Я, по крайней мере, каждый, с кем делился об этой проповеди, был вдохновлен. Надеюсь, что сегодня точно так же получится здесь, в зале. Смысл проповеди или тема проповеди так называется. Бог придумал жениться. Все, да? Бог придумал жениться. Все, в принципе, да? То есть, пока я не сказал название проповеди, думали, так, сейчас, так, не-не, а там, допустим, если ты всегда думаешь, допустим, в собрании находишься, может, о чем сегодня проповедь будет, да? И ты как бы себя настраиваешь, да? Ну, сейчас всем легко стало, правда? И вам, и мне, я чувствую, да? То есть, стало всем легко, и мы прочитаем первое местописание Бытие, 2 глава, 18 стих. Мы даже сегодня фильм посмотрим, так чуть-чуть, да, если время хватит у нас. Бытие, 2 глава, 18 стих, написано следующее. И сказал Господь Бог, Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему. Я так волнуюсь, знаете, перед тем, как читать каждый тезис, потому что каждая фраза, она буквально как тезис звучит. И смотрите, Бог посмотрел на Адама, Адам был один. Братья, ты когда дома один находишься, вечером, ночью, поздно, Бог смотрит в твою комнату и думает, не, нехорошо ему быть одному. Всякая ерунда в голову лезет. Ты скажешь, нет, только со мной такие вещи происходят. Нет, с Адама началось. С него история началась, я имею в виду грехопадение. Бог посмотрел на Адама, посмотрел на него и сказал, нехорошо быть человеку одному, это Бог сказал. А 30-летние мужики думают, что да нет, нормально одному быть. Бог смотрит и говорит, нехорошо быть Адаму, человеку одному. А парни думают, да нет, нормально. И начинают спорить с Богом. То есть в этом моменте. Послушайте, Бог придумал семью. Аминь. Бог придумал семью, и семья это здорово, и Бог это все дело придумал. И Он хотел, чтобы так получилось. И сегодня, когда ты находишься здесь в церкви, знаешь, что об этом будем говорить, об этом будем размышлять и так далее. Когда Бог придумал брак, его главная задача была какая? Когда он искал Адаму жену, да? Цель жены – быть помощницей, а не двухметровой моделью рядом с Адамом. Понимаете, да? То есть как бы все представили себе помощницу, да? Ты скажешь, моя свадьба и помощница вообще как-то не котируются, да? То есть я маленько другого себе представлял, да? Бог придумал, смотрите, Он посмотрел и сказал, сотворим Ему помощника, то есть помощницу, да? Сотворим Ему того, кто был бы с Ним рядом. И послушайте, когда мы думаем обо всем этом, я хочу сказать вам, что брак – это хорошо, или семья – это очень-очень хорошо. И сегодня, когда я думаю о семье, думаю о браке, думаю, я единственное, думаю, почему я еще раньше не женился. А не думаю так, блин, зачем я женился так рано? Думаю, вот бы, если бы я в 50 лет женился. Офигенно, да? Я бы жил бы 10 лет в браке. Ну, 20, ну, 30, ну, сколько там, да? Ну, то есть, понимаете, мысль какая, что вот те, кто вы женаты, да, сейчас, вот я к вам вопрос обращу. Вы же не думаете так, зачем я так рано женился? Женя Аполлонский думает, Алина, вот если бы я позже женился, может быть, не ты была бы, а лучше кто-нибудь? Да? Ну, или как, нет? Да, когда ты женишься, ты думаешь, я думаю, а почему я раньше не женился, потому что в браке-то хорошо. И я думаю, а если в браке хорошо, почему тогда люди не женятся, потому что чем дольше ты холостой, тем меньше ты будешь жить в браке. Ну, правильно, логично же. То есть, чем больше ты один, тем меньше ты вдвоем. И какой смысл быть одному, когда вдвоем гораздо лучше? Мы об этом еще поговорим дальше, и с вами будет интересно проповедь. Семья – это очень интересно. Я вам скажу, что семья, я вообще не понимаю, зачем люди без семьи живут, потому что семья – это все. Дети в семье – это вообще отдельная история, отдельная глава. Я не так много буду говорить, потому что маленькая цель другая. Но когда я думаю о семье, я думаю, это же так здорово. Я думаю, а что делать с теми, которые одни? Вот давайте мы пофантазируем. Трое братьев снимают вместе квартиру. Четверо, пятеро, да, вот вся эта история. Вот мы сейчас Рождество, зажигаем адвент свечи, да? Давайте представим картину, не обидятся на меня. Вот эти братья стоят, свечки стоят, стоят Михаил Лансман, Никита Яровой, Андрей Симоненко, и поют «Адвент приходит с вестью к нам». Это тупизм, братья. У этого будущего нету, поймите правильно. Или сестры стоят там же, да, то есть они? И такие счастливые все. Нет, Бог придумал семью. Он посмотрел на Адама, Адам среди животных находился, думает, нет, надо ему семью придумать. Какая-то ерунда получается, да? Все животные по парам, а Адам один. Бог придумал семью, я думаю, знаете, а жена тому-то гораздо лучше. Некоторые уходят. Ничего. Вы там держитесь, ладно? Ну, вдвоем уходят, это хорошо. Они уже как бы заранее поняли проповедь, да? Женатым быть гораздо лучше. Слышите, дорогие? Сколько бы вам ни было лет, мы сегодня о разных возрастах поговорим, но женатым быть гораздо лучше. И знаете, что интересно? Мы в прошлые выходные заморочились на нашем молодежном собрании, и с помощью Армена и его команды мы посчитали, сколько процентов парней и девчонок ходят на наше молодежное собрание. И сейчас такое, да? Обычно же, как говорят, парней меньше, девчонок больше. Вот вся история, по статистике, ну, какая-то вся эта канитель. Знаете, что интересно? В нашем молодежном собрании 50 на 50. Это означает, что всем хватит. В нашем молодежном собрании 50 на 50 получается, что, в принципе, шанс есть у каждого. Да? Настя почему-то сказала, аминь, тебе только через 8 месяцев, да? Шанс есть у каждого. И смотрите, дальше, давайте мы пойдем дальше, посмотрим, какой же процесс вступления в брак на земле. Написано здесь, да? Вот мы с вами читаем Бытие, 2 глава, 21 стих написано. Очень интересное местописание, поэтому открывай Библию, я там специально только ссылки сделал. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл ему то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились». У меня так много всего, что я хочу здесь сказать сегодня. Это молодежное собрание, поэтому я так счастлив. Смотрите, вот первое, что я здесь вижу, братья, Бог усыпил мужика, чтобы тот ему не мешал. Понимаете, да, то есть как бы он его усыпил, и знаете, что интересно, потом он взял и привел его к нему Еву. То есть он как бы с Адамом не советовался. Адам, а что думаешь, такая или такая? Черные волосы или белые? А не, рыжий Адам, говорит, ты что, Бог, какая рыжая вообще, да? О чем речь? Они разговаривают об этом. Послушайте, они, Бог взял и привел ее к нему, и совсем не советовался. И совсем не советовался с Адамом, и у Адама, послушайте, знаете, что самое интересное? Выбора вообще не было. Мы потом коснемся темой про половинки, но у Адама вообще шансов не было. И знаете, я иногда думаю, а как хорошо, когда небольшая церковь, потому что там, в принципе, все понятно. Спасается новый брат, уже его распределили. Или новая сестра приходит в церковь, уже там как бы выстроено все. Но послушайте, здесь мы видим с вами, что интересно. Они, вы знаете, вот молодежное собрание, да, вот опять же я пометку делаю, они оба были голые. И здесь вы думаете, а чего вы до сих пор не женитесь тогда? Там же классно все. Ты скажешь, нельзя об этом в церкви говорить. Если мы в церкви об этом не скажем, люди в мире об этом скажут тем, которые должны были слышать в церкви, как все правильно. Голые в браке. Вот Полонский аминь-минь говорит, я чувствую поддержку. Смотрите, что еще интересно. Один момент здесь написан, очень важный. Есть такой шаг, как называется, оставит отца и мать и прилепится к жене своей. И сегодня у нас очень практичная проповедь. Первый шаг, который нужно сделать человеку, это уйти от мамы с папой. Братья, если вы до сих пор с мамой и с папой живете, уходите оттуда. Если вам исполнилось 18 лет, уходите оттуда. Это первый шаг к тому, чтобы жениться. Если думаешь, что мне сделать, чтобы жениться, от мамы надо уйти. Я объясню почему. Пока с тобой рядом мама, тебе нет нужды жениться. Она все делает, она готовит, она там все делает, все прибирается. Ты живешь как бы только, ну, одному только тебе не хватает, а так все остальное есть. Но для того, чтобы тебе жениться, тебе надо уйти от мамы, чтобы почувствовать потребность. Но не к братьям прийти, да, вот опять же, вот эта вся история, у нас замкнутый круг это получается. Тебе нужно уйти от мамы. Для того, чтобы жениться, тебе надо сделать первый шаг, это переехать от своих родителей. Ты скажешь, что мне удобно, я там не плачу за квартиру. В этом и смысл, что тебе удобно, и ты не платишь за квартиру. Тебе надо начать за кого-то платить. Тебе надо начать что-то делать, потому что рано или поздно это придет в твоей жизни. Брак это ответственность. Жить с мамой это безответственность. Аминь. Идем дальше. Какое лучшее время для вступления в брак? И на самом деле, я сразу скажу, что я думаю, но потом мы поразмышляем о разных возрастах, в чем смысл. На мой взгляд, самое лучшее время для вступления в брак 23-27 лет. Вот такой, да, то есть период времени. Некоторые вообще уже промазали везде, да. Все, извините, дверь закрыта. Но давайте мы посмотрим, какие же варианты есть, да. Вот какие есть плюсы и минусы. Допустим, брак, люди когда женятся, я смотрю, сегодня никто не спит, да, все такие бодрые. И даже те, кто женились, тоже бодрые. Посмотрите, есть такие варианты. Первый, 18-20 лет вот люди женятся, да, 18-20 лет. И ты скажешь, они молодые, глупые, ничего не соображают и все такое. Вы знаете, я видел много людей в 40 лет, которые ничего не соображают и все такое. И в мозгах у них уже вообще другое. И знаете, что интересно? Допустим, да, я встречаюсь сегодня, допустим, людей, да. Мне было 19 лет, когда мне на руки отдали моего сына. Вот в 19 лет, да. Кому из вас здесь есть 19 лет? Да, вот, особенно парни, да, вот. Не, не, я имену 19 лет. Женя, ты что тебе, я не 19 лет. Пацаны, кому из вас 19 лет есть? Вот, представьте себе Авеля, да, на руках с сыном. По бартеру отправить его, да, куда-то. Ну, и знаете себе, Авеля с сыном. Ну, ты скажешь, это ты был все такой, да. У нас, знаете, у меня есть два козыря сейчас следующих в кармане. Первый это Олег и Юля Поповы. Ева. Руку держит, да. Там тоже, по-моему, 18 небольшим исполнилось, да, во всей этой истории. Дальше, смотрите, ты скажешь, ну, это уже какое-то старое поколение, да, там они далеко были. Миша на Карашвиле. Двое детей. В группе поет. Вообще не парится. Двое маленьких детей. Смотрите, что интересно. Какие плюсы, когда ты раньше женишься? Ты будешь жить дольше вместе. Чувствую, как будто не нравится это. Смотрите, вот, скажите, вот мы смотрим фотографии, да, часто они, как бы, получают много репостов, особенно ВКонтакте, да. Вот эта старая пара, да, там они, написано, они женаты там 60 лет. И все лайк, 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 классно. Слушай, если ты в 40 лет женишься, ты скромнее себе думай, да, ну, там уж серебряную свадьбу дождаться бы, да, а золотую забудь вообще. Ну, то есть, пойми правильно, то есть, никогда ты до золотой свадьбы не доживешься, если ты женишься в 40 или 50 или 60 лет. Да, то есть, ну, как бы, шанс упущен. Но ведь так классно. Ты смотришь на этих бабушек и дедушек милых, которые там друг за другом ухаживают, они там, да, они там некоторые там фотографии в определенное время делали. То есть, смотришь и думаешь, как у них классно. Но если тебе 40 лет, забудь. Или ты думаешь, а я в 40 лет женюсь, забудь об этой истории. Во-первых, если ты рано женишься, ты долго будешь жить вместе. Второе. Вы вместе пройдете путь от ничего к чему-то. Да, вот, аминь здесь уже слышу, да, вот это хороший момент. А вы вместе пройдете путь от ничего к чему-то. Вторая штука интересная, третья штука интересная. У тебя будет много детей, внуков и даже, возможно, правнуков. А если 60 лет женишься, твои дети могут назвать тебя не папой, а дедушкой сразу. Она скажет, а почему меня дедушка встречает, да, когда из мамы выйдет и скажет, дедушка, а ты как здесь оказался, да. А ты скажешь, а я не дедушка, она говорит, а что такой старый, да. Послушайте, дети могут, большая семья, мы с вами смотрим, у всех сердце замирает, да, когда смотришь, вот эта большая рождественская компания, да, все сидят там вместе, празднуют Рождествен. Рождество, там Новый год, я не знаю, там что угодно, их такая большая толпа людей. Послушай, а если ты женишься поздно, ну тебе надо стараться, чтобы большая компания стала у тебя. Стараться очень сильно, каждый год и регулярно. Смотрите, что еще интересно, ранний брак. Или как ранний, да, вот мы говорим с вами о плюсах, о минусах, да. У твоих детей, скорее всего, будет меньше конфликтов с поколениями. Допустим, вы редко меня увидите с моим сыном, когда мы с ним сражаемся, я ему говорю, ты что такую музыку слушаешь? Он говорит, папа, ты не понимаешь. Но ваши родители, наверное, вашу музыку не понимают. Да, они думают, что он слушает вообще такое? Я вообще не переживаю, а иногда даже подкидываю своему сыну музыку. Вот это как бы плюсы, да, мы с вами говорим. Конфликтов меньше, потому что вопросов конфликта, которые возникают, одежда, еда, музыка, да, там еще какие-то вещи, они все уходят. Но есть минус большой, да, конечно, молодые мало чего знают. Поэтому, когда ты рано женишься, есть большая опасность такая, да, что ты, ну, как сказать, не знаешь, что там будет дальше, или как, слишком глупо и так далее. Вторая категория, да, это 23-27. Ну да, чего-то они больше знают. Вот, допустим, я смотрю на добро, да, здесь добро сидит, ему 30 лет, да, исполняется. Я думаю, а что он такое знает в 30 лет, чего я в 19 лет не знал? Ну, проехал только больше, Женя, да, то есть он посетил полмира уже, наверное, да, и какие-то еще вещи сделал. Ну, думаю, а чего он такого узнал в 25 или в 30 лет, чего я не знал в 19 лет? Иногда, знаете, я встречаюсь с 25-летними, я думаю, мы в 14 лет гораздо больше всего сделали из практики. И, знаете, вот, как бы ты, как бы, много чего не знаешь, ну, чуть старше становишься, но, смотрите, страшная категория дальше 30-35-40 лет. Он, когда женится на ней, или она женится на нем, они думают, а почему они друг на друге женятся? В 18 лет ты не сомневаешься, что она или не она. В 30 лет ты вообще сомневаешься очень сильно. А если ты еще чего-то добился, ты думаешь, она почему за меня замуж выходит? Да? А он думает, она почему за меня замуж выходит? Когда ты идешь в 18 лет с девушкой в кафе, ты платишь за нее с удовольствием, вообще все это делаешь. В 35 лет уже так, а в какой кафе пойдем? Или в какой ресторан пойдем? Так. А если это не она, я деньги потрачу сейчас, да, вот эти моменты все начинаются. И у тебя в башке что-то, что ты должен был куда-то отдать уже раньше. Оно к тебе в голову пришло все, и в голове все у тебя находится. И вот, смотрите, то есть, получается, как бы, правила-то нету. Есть одни в 18 лет женятся, другие в 30 лет женятся. Сложности просто чем дальше, тем больше. Чем раньше, тем меньше. Да? Ну, оптимальный возраст, если так можно было сказать, 23-27, да? Что интересно дальше происходит? Сестры, к вам вопрос, да, вот мы с братьями все разговариваем. Добро не обидится на меня, да? Мы с ним просто год жили вместе в одной квартире, поэтому я понимаю его. Следующая слайд, картинка-то, если можно, да, она такая вот многозначащая. Поправь свою корону. Сестры. Девушки, если вы как, как вы неприступная скала, однажды вы будете той скалой, которую покорять уже никто не будет. Если вас не покорили до сих пор, на вас забьют рано или поздно. Я вам правда говорю, то есть, да, то есть, если вы такие, знаете, неприступные, вы поймите правильно, что рано или поздно жениться все равно надо. И, как однажды сказала жена Банихина, она сказала интересную фразу, она говорит, вы думаете, вот он такой святой, такой, все такое. Домой приходит и носки в угол бросает, говорит. Ты думаешь, как Банихин может носки в угол бросать? Ты думаешь, максимум их снимает, а они сами так как-то двигаются, да, в стиральную машинку, сразу же идут. Все точно так же. И я вам скажу, что сестры необходимо, или девчонки, да, необходимо порой, ну, как бы поскромнее думать о себе. Мы должны понимать с вами, что есть классные истории. Вот, да, мы с пастором Ацулло перед собранием разговаривали, спросил, о чем будешь проповедить, я сказал об этом, он сразу мне кучу там егенок кидал. Голливуд, мы должны с вами понять, что это не по-настоящему. Вы должны понять, что Голливуд это круто, все остальное, да. Но мы с вами даже слышим иногда истории, что вот кто-то кого-то там добивался 5, 6, 7 лет. Послушайте, это индивидуальные случаи. Парень, который один раз постучался, два-три раза постучался, потом скажет, да ну тебя, пойду, где-нибудь попроще найду. Находят попроще, а ты такая скала неприступная, так и останешься. А в 30 лет что будешь делать, или в 40 лет что будешь делать? А семьи-то хочется. Поэтому мы должны с вами понимать, что где-то нужно маленько скидочку сделать. Дальше смотрите, девушки, да, вы иногда себе напридумывали таких принцев себе, да, всяких разных. Но послушайте, при вас у вашего, как бы, вот принца в кавычках, да, карета из девятки может стать каретой. Попозже, да, то есть, ну, вы вместе можете всего этого достичь. Но поймите правильно, что не надо рисовать себе картины, каким он должен быть. Вот, да, иногда мы так рисуем себе, вот такой-такой-такой-такой-такой-то, да. Мы слышали иногда проповедь, там, я молился, чтобы машина была такого цвета, и она такого цвета пришла. Но это не стандартная практика. Это чисто какое-то действие даров, но как бы здесь это может не случиться. Мы должны с вами, девушки, усвоить такую штуку. Мы должны разогнать тараканов в своих головах, по кустам их, разогнать, выгнать их и все такое. Некоторые говорят, ну, вот есть же истории, когда мужчина и девушка, они молились друг за друга, там, и все такое, да. У нас, допустим, есть очень классная история, да, сейчас вы увидите картину целиком. Там есть история очень классная, недавно поженились в нашей церкви пара Кеша и Света, да, знаете их, да. Они очень классные. Они молились там долго друг за друга и все такое. И знаете, если, девушки, вы говорите так, что я должна вот как с духовной стороны подойти, да, но вы тогда станете такими же духовными, как Света. Понимаете, да, то есть, вы сейчас, главное, не полетесь, ладно, кто аминь говорит, а то тут иногда, знаете, в топор зависнуть может, да. То есть, как бы, если вы хотите так вот духовно, чтобы у вас все было, но вы тогда такими же духовными станьте. Я, допустим, когда говорю о Свете или о Кеше, я понимаю, насколько там, да, Кеша, когда про славу не идет, он как будто вообще даже не на сцене находится, а над сценой находится он где-то. Он где-то там, даже не с нами, а где-то с Господом сразу общается, да, а мы здесь как бы так для декорации находимся. И поймите правильно, то есть, вам тогда надо стать либо такими же духовными, либо попроще. Вариантов других нет. Интересную фразу сказала, не скажу, кто сказал, не скажу эту фразу сейчас, да. Хорошо. Почему нужно вступать в брак? Давайте пойдем дальше. Почему нужно вступать в брак? Первое, брак, это, конечно же, от Бога. Вы должны сами это увидеть. И написано, Бытие, первая глава, 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, присмыкающимися по земле». Интересный план у Бога, для чего вступать в брак. Первое, Бог сотворил человека по образу и подобию своему. То есть мы сотворены так, как Бог хотел нас сделать, и мы похожи на Бога с вами. Иногда поступаем так же, как Бог, или как действуем, или мыслям. Но смотрите, здесь интересно, вы увидите такую, как бы вот, градацию, наверное, или как пункты какие-то. Первое, да, это по образу и подобию. Второе, смотрите, Бог сказал, плодитесь, размножайте. Второе, наполняйте землю, а потом, говорит, занимайтесь бизнесом. Ну, мы же правильно читаем с вами, да? То есть, смотрите, написано, плодитесь, размножайте, наполняйте землю, а потом обладайте ею. А некоторые хотят сначала обладать землей, а потом плодиться и размножаться. Фраза есть такая, когда 45-летние мужики говорят, я заведу детей, когда добьюсь успеха, я отвечаю им, если заведешь детей, добьешься успеха. Скажу вам, знаете, что в жизни смысл имеет не то, сколько ты чего добился, а в конечном итоге семья, которая находится вокруг тебя. Нет ничего дороже или богаче или лучше, это твоих детей, которые прибегают тебе рано утром в постель. И говорят, папа, так люблю тебя. Это стоит всего в жизни вообще. И смотрите, написано, что сначала плодитесь, размножайтесь, потом наполняйте землю, а потом вот это все вот как бы, да, вот то, что мы хотим сделать. И хочу вам сказать так, что не нужно добиваться всего для того, чтобы ее взять, гораздо интереснее добиваться с ней. Гораздо интереснее добиваться вместе с ней каких-то вещей и потом вспоминать, как вы в шалаше были, да, как какие-то разные другие вещи происходили, а теперь вы что-то сделали. Не нужно сделать так, что ты добился всего к 60 годам и привел к себе внучку домой. Я на некоторых братьев смотрю, мне кажется, они под статью чуть-чуть попасть могут скоро. Вы должны понимать, разница в возрасте играет огромную роль в будущем. Но об этом не буду сейчас много говорить, потому что можно много всего сказать здесь. Семья – это сама цель. То есть, да, другой лучшей цели на земле не существует, как создать семью. Создать семью – это хорошая или правильная или божественная цель для человека. И человек, который не думает о создании семьи, мы сейчас дальше поговорим, кем он должен стать. Вдвоем гораздо интереснее. Много можно обсудить, много можно сделать, можно много быть вместе, проводить время, у тебя есть друг, и много-много-много всего, что здесь можем говорить. Но вдвоем с социальной стороны тоже хорошо. Написано, Экклесиас, 4 глава, 11 стих. «Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?» И у меня вопрос. «А все неженатые вы как это местописание исполняете?» «Тяжело, – говорит Алена, – ты дай одеяло. Или подушка, да, между ног?» Но это же как бы не выход. Вы должны понимать, что как бы рано или поздно это надоест. Но смотрите, Экклесиас говорит, а он мудрый парень был вообще, он много всего прочитал и говорит, когда все книги прочитал, говорит, толку нету. То есть, понимаете, да, то есть он человек, который все книги прочитал и потом говорит, а смысла нету все книги читать, потому что все равно все не прочитаешь. И он дальше что-то интерес сказал, говорит, бесполезно зарабатывать богатство, потому что ты их можешь заработать, а пусть себя придет какой-нибудь бездарный и все это дело растратит. Я иногда смотрю на детей богатых родителей и думаю, дети что-то не понимают вообще в жизни, да, или что происходит, потому что они могли бы пойти дальше, а они как-то вот, ну, деградировать начинают. И я думаю, родителям их жалко. Или родителям вообще жалко то, что у них такие дети. Да, но это другая история. Смотрите, Экклесиас говорит, когда двое лежат, им тепло, одному как согреться. И знаете, я реально понимаю, что вот в холодные московские зимы вдвоем лучше. Правда вам говорю? Я спал один, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет. И почти восемнадцать лет уже сплю не один. И вдвоем лучше. Аминь. Вот Карен тоже говорит аминь, да. А Полонский говорит аминь. Скоро еще и еще несколько человек скажут аминь. Смотрите, а дальше пойдемте, что-то вы так притихли маленько. Первое послание к Коринфянам, седьмая глава. Сейчас вообще будет интересно. Первое послание к Коринфянам скажет, что он там проповедует сегодня, да. Но я, кстати, не отхожу от, как бы, не упадаю в ереси пока что. Седьмая глава, первое послание к Коринфянам, первый стих. Апостол Павел говорит, о чем вы писали ко мне, то хорошо. Человеку не касаться женщины, он говорит. Новое избежание блуда, каждый имеет свою жену, а каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене долгое благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властвует над своим телом, но муж ровно, и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, что сказано, мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, а другой иначе. И вот у меня вопрос здесь сразу появляется. Первое, я хотел бы, наверное, первый стих прокомментировать в разрезе современного времени. У меня большая просьба к вам ко всем, или как наставление такое. Парни и девушки, прежде чем вы поженились, не распинайтесь в социальных сетях, насколько вы сильно любите девушку, с которой вы встречаетесь. Почему? Потому что, возможно, это не ваша девушка. И, возможно, тогда у тебя в сети появится несколько девушек, которым ты отдал и руку, и сердце. И поэтому, если вы еще не поженились, то лучше не публиковать, как вы сильно там друг друга любите. Потому что, во-первых, парни и девушки, как бы вы себя подталкиваете на то, что вы должны пожениться. А я лично видел в своей жизни брак, в котором люди поженились, потому что все решили, что им надо пожениться. И в итоге они развились. И знаете, вот здесь момент очень важный, потому что давление очень сильное. Когда ты опубликовал фотографию с кем-то и сказал, мы любим друг друга и так далее, и так далее, и так далее, все вокруг люди подумали, что вы теперь друг друга любите, и все вас спрашивают, когда у вас свадьба, когда у вас то, когда у вас то. И люди даже представить не могут, что вы не можете быть вместе. А если это вторая, или третья, или четвертая, или пятая? Во-первых, парню-то как бы с ними как-то все, они как кошаки, да, вот они как-то, как коты, да, где-то ходят они, да, а девушки как будет. Поэтому парни думайте, и девушки думайте. Это первое, да, здесь, касательно этого первого стиха. Второе. Павел говорит, не прикасайся к женщине до того, как ты поженился. Да, не трогай никого до того, как ты не поженился. Смотрите, дальше. Вот мне нравится, здесь мы сейчас введем с вами из одного местописания в другое. Если ты смелый к тому, чтобы публиковать разные вещи в социальных сетях, касательно девушки до того, как ты не женился, то будь тогда смелым, чтобы нести ответственность. Мне нравится вот послание, я бы добавил, если бы можно было бы добавлять что-то к Библии, такое, знаете, к словам Иисуса, пятая голова, 37 стих. Я добавил бы там такое вот, снизу я добавил бы, пацан сказал, пацан сделал. Иисус говорит, ну да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого. То есть другими словами, знаете, я вам так могу сказать, если ты сказал, девушка, я тебя люблю, теперь люби до конца жизни, потому что все остальное от дьявола. И ты скажешь, а я же, это может быть не моя любовь и все такое, а в смысле не твоя любовь? Любовь не ищет своего, да, любовь долго терпит, милосердствует, что такое любовь, да? Любовь это не когда у тебя, ну и там все остальное, да, происходит. Любовь это не то, любовь маленько другое. И смотрите, здесь очень важно, что если ты говоришь какие-то слова, если ты смелый в том, чтобы делать какие-то вещи, тогда тебе необходимо нести ответственность, потому что за все слова, которые мы говорим, нужно отвечать. Если ты что-то сказал, если ты пообещал, если ты договорился, теперь ты должен это исполнить. И в одном месте из Библии написано, что благословен тот человек, который исполняет что-то, даже если это во вред ему. То есть другими словами, если человек сказал, я это сделаю, и даже если ему это невыгодно, он все равно это делает. Вот тот человек хороший, говорит Библия. И смотрите, что дальше интересно. Иисус сказал, да будет слово ваше, да, да, нет, нет, все, что остальное, как бы оно от дьявола. И вот здесь мы должны с вами понимать, что есть здравость и в том, и в другом. Нельзя поспешно, но в тот же момент нельзя и наговорить чего-то. Да, никто не должен жениться, потому что должен жениться и так далее. Или там еще какие-то вещи сделать. Это как с талантами, как понять, с кем тебе жить или с кем тебе быть вместе. Вы знаете, если парни, вам девушка понравилась, вот понравилась, да, понравилась, да, как с талантами, да, когда люди говорят, вот, а что, человек говорит, а как мне найти свое призвание, а что тебе нравится делать? Скорее всего, это твое призвание. И знаете, здесь можно где-то тоже найти для себя параллель. Смотрите, что еще интересно. Парни, вот здесь такая мысль, сейчас будет опять, как мы так переходом, да, перепадами идем. Парни, для того, чтобы не впадать в блуд, надо что делать? Жениться. С вами все понятно, да, с парнями, вот все ясно, как бы, да, вот, а черное и белое. Но парни, на вас двойной грех лежит, потому что если вы не женитесь, девушки попадают под то же искушение. Они же не могут на вас сами жениться. Понимаете, что вы делаете? То есть, мало того, что вы сами грешите, так вы еще и их подталкиваете на грех. Но они же ничего не могут сделать. Да, окей. Поэтому парни, вы за девушек тоже отвечаете, что-то тихо стало как-то, да. А если, парни, вы не женитесь, Павел говорит, станьте, как я, то есть теологами. Изучайте Писание, пойдите в теологические все институты, забудьте про женитьбу, станьте миссионером до конца дней, там, ну, посвятите себя, там, да, встаньте на сцену и скажите, все, до конца жизни посвящаю себя служению. О женитьбе думать даже не буду, мне это вообще все не надо, там, третье, пятое, десятое. Вот как Павел, станьте, потому что он всю свою энергию направил туда, да, в образование. И вот здесь, у меня, ну, раз уж тишина началась, так я дальше продолжу. Парни, у нас, как бы, вот мы с вами парни, да, то есть, здесь две проблемы, одна из другой исходит. Если вы не женитесь, вы что делаете с физическим вашим влечением? Что вы с этим делаете? Это первая проблема, да, вот, ну, проблема номер один, да, Павел поэтому говорит, женись. А вторая проблема исходит из первой, потому что если ты не поженился, то ты что-то делаешь, и потом ты еще чувствуешь осуждение. Вообще тихо стало, да, в церкви? То есть, получается, ты как бы сам себе две проблемы создал. Ну, понимаете, да, то есть, я женатый человек. Полонский женатый человек, нам проще, братья. А вы что делаете? Да, ну, что-то же делаете, да, то есть, или чем-то занимаетесь там, да, и вот, чтобы не было и первой, и второй проблемой, необходимо жениться. И вот шаг номер два. Люди все уходят из зала, да? Начинай думать о свадьбе. Начинай думать о свадьбе. Шаг номер два. Шаг номер три, вот мы уже так быстро идем, да, шаг номер три, признай, что ты не Джастин Бибер. Я вот, парни, на некоторых из вас смотрю, думаю, вы бы о себе скромнее думали, потому что иногда с некоторыми из вас я разговариваю, так себе представляете, какая должна быть у вас жена. Я думаю, а ты бы себя в зеркало видел, парень? Ну, ты реально, ты вот эти штуки здесь состриги у себя хотя бы для начала, да, вот. Вот здесь, знаете, такие есть такие кудрявые штуки здесь, они вот потом сюда переходят в шею и здесь такие растут, да. Ты хотя бы их состриги для начала, ну, чтобы как бы претендовать на что-то, да, признай, что ты не Джастин Бибер. Во второй, четвертый шаг, посмотри, сколько вокруг красивых девушек. Девушки должны сейчас сказать, аминь, да, ну, где-то как-то так должно быть, что-то как-то вы себе корону поправили, да, то есть они скромные сидят. Посмотри, сколько вокруг красивых девушек. Ты скажешь, а как я должен заработать на свадьбу, я же должен сначала делать все это, приготовить, все это остальное. Скажу тебе, день после свадьбы гораздо важнее, чем все приготовления к свадьбе. Некоторые, знаете, в азиатских странах они кредиты занимают, чтобы свадьбу организовать. Тебе это не надо вообще. И более того, скажу, что кормить на свадьбе всех тоже не надо. Уже сейчас другие тренды, сейчас жрать не надо на свадьбе. Да, ну, поймите правильно, все вечером, да, там, и все это не съедают, все это остается. И потом куда-то все это выбрасывают. Поэтому, в принципе, на это деньги тратить не надо, сразу вам скажу. Поэтому, как бы, а как я заработаю на свадьбу, а как все это произойдет? Все произойдет по пути, все получится. Девушки, для вас у меня есть еще один вариант. Шаг номер пять называется, давайте мы посмотрим на экран. Видео увидим. Молодец. Давай, пожалуйста. Ты женишься на мне? Нет. Мириан, подожди. На улице Мороз ты не хочешь вернуться? Там танцы в разгаре. Чувствуешь, как похолодало? Будет шторм. Хорошо. Что хорошо? Давай поженимся. Я просто... Я не хочу... Что не хочешь? Прошло всего пару месяцев, и зима еще не закончилась. И, ну, знаешь, надвигается шторм, и все может повториться, как год назад. Причем здесь... Говорят, он нас минует. Да, но не факт, не угадаешь. Не угадаешь. А некоторые люди просто не созданы для этого. Можно уйти и уже не вернуться. Ты сейчас говоришь про шторм? Или про брак Борни? Думаю, я говорил про шторм. Тебя пугает шторм? Нет. Я не хочу никому делать больно. И... Я не хочу потерять тебя. Я люблю тебя. Так что... Да, давай поженимся. Уверен? Ау, да. Когда? Хочешь, чтобы я выбрал день? Нет. Когда ты хочешь пожениться? 16 апреля. Хорошо. Значит, 16 апреля. Но сначала мне нужно спросить разрешение у Клафа. Это обязательно? По уставу нужно получить разрешение от своего командира. Но обещаю. Я спрошу завтра же. Хорошо, парень. Я отвезу тебя. Сестры, вариант тоже неплохой, да, заметили? Главное, она была готова сразу же ко всему, да? Ну, интересно, что история на реальных событиях. Они жили долго потом вместе, поэтому все в порядке там. Потом она еще с командиром договорилась, чтобы им жениться можно было. Да, поэтому здесь интересно, да? Другой, может быть, ты скажешь, а я жду свою половинку. А я вам скажу сегодня, что половинок не существует. Все это ерунда. Вот скажешь, я как, я верю там, мы там, вот, я как бы пол яблока, а он тоже пол яблока, и мы так раз и сошлись, да? Послушайте, вот те, кто женатый год, вы же с таким шоком переживаете некоторые моменты, когда вы поженились. Думаешь, что она такая, что ли? А я что, такой, что ли, да? Вы, может, некоторый шок пережили от того, как кто из вас зубы даже чистит по утрам, да? Или кто как ведет себя там, да? Или какие-то вещи вы себе позволяете. То есть, как бы половинок не существует в том плане, что ты не попадешь в варианты, которые ты ожидаешь в любом случае, потому что там будут сюрпризы. Мы женаты 18 лет почти, и там каждый день есть какой-то сюрприз. И сюрпризов будет больше и больше и больше и больше. Половинок не существует. Ты та самая половинка, которая все делает. В первом послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стихе написано, что любовь, она не ищет своего. То есть, какая может быть половинка, да? Если ты не ищешь своего, а ты хочешь все время отдавать, то тебе какая разница, куда отдавать? Ну и правильно. Ну, то есть, по сути, по большому счету, мне нравится, как сказала Юля Попова однажды, она сказала, что в принципе в браке можно быть счастливым с любым человеком, потому что дело не в том, какой он, а дело в том, какой ты. В какой ты, что ты делаешь для того, чтобы все это происходило. Нам не нужно с вами стандарты Голливуда или стандарты мира тащить в церковь. Понравилось мне несколько цитат, прочитаю вам отсюда. Потому что любовь – это когда ничего не стыдно, ничего не страшно, понимаете? Когда тебя не подведут, не предадут, когда верят. Вот любовь. Мечта о браке, которая заключается на небесах, совершенно нереальна. Над любыми устойчивыми взаимоотношениями между мужчиной и женщиной нужно постоянно работать, строить и перестраивать, постоянно обновляя их за счет обоюдного личного развития. Нет такого, что что-то раз ты поженился, и так вы такие, всю жизнь такие. Происходят разные моменты. Вы столкнетесь с кучей вещами. Ну, я не знаю даже, вот если братья мне позволят, да, сестры, если женаты, позволят мне. Вы знаете, Голливуд нарисовал таким, какая должна быть брачная ночь. Вы все представляете, какая она должна быть, да? Ну, должны, по крайней мере. Это же молодежное собрание, тебе тихо стало, да? В реальности все по-другому. Ладно. А как же найти правильного человека? Как же найти правильного человека, да? А как же найти того человека, в котором ты мог бы быть 100% уверенный? Вот как найти такого человека, да, и все такое? И знаете, у меня есть ответ для вас. Правильного человека никак не найти. Потому что правильный человек – это ты. То есть ты как бы сам себя не найдешь. То есть ты будешь счастлив, только если сам на себе женишься. Ну, потому что ты как бы себя понимаешь, там, и все-все прочее. Вы знаете, над браком нужно трудиться. Я скажу вам так, что я видел многое сегодня за свои 20 лет христианской жизни. Я видел, как двое, которые женятся, стоят парень и девушка, искренне верующие люди, любящие Бога, любящие друг друга, из одной церкви, с детства верующие, женятся 5-7-10 лет и разводятся. И видел, как другие, которые не совсем верующие, или как, наоборот, с одной стороны верующие, с другой стороны верующие, женятся и потом живут всю свою жизнь долго и счастливо. То есть как бы застраховаться или быть уверенным в человеке невозможно. Нет такого. Я видел в своей жизни истории, когда через 40 лет люди разводились, я думаю, а им-то какой смысл уже? То есть там уже как бы зачем? То есть там уже, ну, проще уже так жить, чем по-другому. Но все равно происходят какие-то вещи. Поэтому брак – это что-то, над чем ты будешь трудиться всю свою жизнь. То есть невозможно так, что ты решил, и все получилось, и теперь вы счастливы, и все хорошо. Вы меняете, все меняется, жизнь меняется, общество меняется, проблемы приходят. Знаете, вот нам эти моменты нравятся, мы стоим перед алтарем, или когда люди стоят перед алтарем, они говорят, я обещаю тебе в богатстве и в бедности. Но когда они говорят в богатстве, голос их дрожит. Нет, когда они говорят в бедности, голос их дрожит, и они такие искренние. Знаете, я видел много раз, когда приходила бедность, и все происходило по-другому. Потом они говорят в болезни и в здравии. И когда за здравие, они вообще не переживают, а когда говорят о болезни, они так тоже трогательно эту фразу говорят. Но я видел, когда происходили болезни, происходило по-другому. И получается, когда два человека стоят перед алтарем, ты скажешь, а можно ли быть в нем уверенным? Нельзя. А можно ли быть в ней уверенным? Нельзя. До конца ты не можешь быть уверенным ни в ком. Потому что нет такого, что ты поженился и застрахован на 300%. Все люди заключают разные брачные контракты, делают разные вещи и тоже не застраховывают себя таким образом. Но послушайте, написал очень хорошо Клайв Льюис. Выхода вообще нет. Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби и сердце в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями, прихотями, запри в ларце себя любия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива к горю или хотя бы риску – гибель. Кроме рая, уберечься от опасности и любви можно только в аду. Клайв Стэн Льюис. Произведение «Любовь». Выхода вообще нет. Застраховаться невозможно. Уверенным быть человеком невозможно. Но если ты не уверен, если ты не попробуешь, ты никогда не поймешь. То есть ты никогда не найдешь для себя такого вот сто процентов гаранта. А я видел, когда люди были так, они сто процентов были уверены. Ты говоришь, может вам не надо? Да нет, нет, вы не понимаете, нам надо. И потом ты смотришь, что-то происходит вообще другое. Они только что говорили, что им надо, а через несколько лет они раз уже и паспортами друг друга бросают и говорят, мы будем разводиться. И сегодня, не осуждая вот эти моменты, которые происходят в жизни, разная штука или как тяжелая штука, или разные моменты происходят, но застраховаться невозможно. Написано в первом послании к Аримфинам, 3 глава, 13 стих. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Рано или поздно все проявится, или рано или поздно все станет понятным. Хочу вам сказать так, девушки, что когда парни за вами ухаживают, они до конца не настоящие. Никто из них не будет до конца настоящим, когда ухаживают за девушкой. Почему? Потому что он боится спугнуть. Он даже бреется лучше до свадьбы. После свадьбы вообще не бреется. Нигде причем, да? Девушки, вы тоже. Вы иногда парней обманываете, когда перед свадьбой сильно худеете. Вы тогда худеете теперь всю жизнь. А то так перед свадьбой хлоп, а после свадьбы хлоп. Понимаете, да? И ему что теперь делать, да? То есть, золушка в тыкву не превращается. Золушка всегда над собой работает. Аминь. И когда так оба думают, когда один думает так, и другой думает так, тогда получается брак. А когда мы ожидаем, что это само собой будет происходить, или мы ожидаем, да? Некоторые женятся и думают, ну, раз я женилась уже, и, вернее, вышла замуж, так теперь могу быть какой хочу вообще. Да? Как бы теперь уже все без разницы. Тогда не получится. Брак – это все время трудиться над взаимоотношениями. Брак – это все время трудиться над своим физическим состоянием. Брак – это трудиться над вещами, которые происходят внутри брака. Необходимо это все время совершенствовать и совершенствовать и совершенствовать. Отношения к браку нужно строить. И брак нужно строить. Знаете, написано, хотел бы закончить проповедь сегодняшнюю. Как написано в Слове Божьем, да, мы с вами прочитали в бытие, и станут, написано, поэтому оставить человек отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть. И вот так и будет в церкви. Аминь. Поэтому сейчас, когда, может быть, такой у нас, я даже не знаю, зачем молиться сегодня вечером на собрании, сейчас, когда вот собрание заканчивается, может быть, пару слов хотел бы так отступить и сказать. Будьте смелыми, парни, в том, чтобы завоевывать девушек. Некоторые уже готовы, чтобы их завоевали. Девушки, а если вас начали завоевывать, завоюйтесь, или как это, да, ну, сдайтесь, да, может, не совсем такое подходящее слово, но сдайтесь в том плане, что, ну, будьте открыты, потому что ты не знаешь. Некоторые говорят, я до 25 лет вообще о браке не думаю. Послушай, а может быть, уже потом и не надо будет думать. Ну, в смысле, или будешь думать, а уже не получится. Поэтому не надо думать такими вот стандартами, думать, а какое у всех разное. В Европе люди женятся после 30, в России в 18, да, везде разные моменты происходят, на Западе еще по-другому. То есть мы с вами живем, то есть трудно думать в России западными стандартами или европейскими стандартами. Мы находимся вообще в другом положении с вами, да, а вот нужно чувствовать или моменты эти понимать. Поэтому, если тебе уже возраст наступил, да, если тебе паспорт дали, родители из дома отправили, следующая твоя ступень, необходимо думать о браке. Необходимо думать, окей, а с кем я буду жить? Что там будет происходить? Вы знаете, когда мы разговариваем так с теми людьми, которые хотят пожениться, я говорю, думайте о том, а что вы будете вместе делать. Допустим, мы мечтаем о разных вещах, какие мы вещи сделаем, когда там то-то или то-то, или то-то возраст будет у нас. Вы знаете, это гораздо интереснее, чем если я был бы один. Мы думаем о разных вещах. Знаете, может быть, о простых вещах мы недавно, несколько лет назад, мы с моей женой, мы мечтали, что когда нам будет 15 лет, мы поженимся, мы хотели сделать что-то такое удивительное. И мы подумали... Ильяна, можешь играть, да? И знаете, что через несколько лет мы осознали, что мы находимся в Лондоне, в центре города, живем в гостинице, вот на 15-летие. И знаете, одному что там делать? Вот в нем гораздо интереснее. Сегодня мы мечтаем, а какая у нас будет... Знаете, сегодня мы мечтаем о том, какие у нас будут внуки. Как мы будем с ними что делать, да, вот? Вот, я думаю, я буду строгий, они будут так построить уходить у меня. Да? Ну, говорят, по-другому все бывает, да? Но Катя точно будет их строить, а я буду так вот им конфеты давать. Да? Да. Но я жду, когда это будет. Помните, правильно? То есть это... Я хочу быть молодым дедушкой. Хочу со своим внуком там или с внучкой идти за ручку и долго ходить с ними за ручку. Ну, понимаете, правильно? То есть как бы не просто увидеть внуков и умереть. Нет. Я хочу с ними быть вместе. Понимаете, то есть я хочу большую семью. Когда Рождество, хочу, чтобы большая семья приезжала. Я помню, когда мы сидели вместе, я, Катя и Петя, и пели адвент, приходят с вестью к нам. Глупо очень как-то было, потому что мы троем сидим, когда ерунда вообще. Хочу со большую семью, чтобы нас было много. Вот этого хочется. Знаете, сегодня мы думаем, мы разговаривали с Катей, говорю, Катя, давай с тобой мы на 25 лет поедем вместе с тобой в Лас-Вегас. На 25 лет, как будем женаты. А все говорят, Лас-Вегас, там много всего плохого. А Филипп Реннер говорит, Лас-Вегас семейный город. Я думаю, ну классно, Фил, поедем. А потом с друзьями в своей Америке разговаривал, говорю, хочу вот на 25 лет, через 7 лет приехать вместе с женой в Америку. Они говорят, а зачем на 25 лет? Приезжайте на 20. Я думаю, а что, прикольно, зовут же, надо ехать. И я когда думаю об этом, думаю, а какая у нас будет свадьба 50 лет, когда мы женаты? Я думаю, мы реально доживем, мы поженились, ей было 18, мне было 19, так это получается 68-69 лет. Шанс есть. Шанс есть. Сейчас бегаю, сейчас все получится. Здоровьем занимаемся. Я думаю, а 50 лет, когда мы были женаты? Я представляю, когда Катя будет, она такая, у нее седые волосы прорастает. Я думаю, она будет с седыми волосами, красивая такая будет. Бабушка, да, а я дедушка буду такой, ну, современный дедушка буду. Мы вместе, мы ходим, знаете, я вот об этом мечтаю. А если ты один, о чем вот тогда мечтать? Вы знаете, сегодня в мире говорят, что самое большое количество самоубийств в мире, особенно в Европе, происходит на Рождество. Какими бы мы сильными ни были, но когда, я вам могу так сказать смело, наверное, ни одного человека нормального нету, который бы видел мою фотографию в Инстаграме и сказал, не хочу такого. Когда он видит нас с детьми, да, вот мы там все, я, Катя, Петя, Лиза, Софа, мы иногда друг друга по-разному называем. Вот когда мы вместе все находимся, у нас такие классные фотографии, Саша Руденький нас фотографировал, мы там такие красивые все, и человек смотрит и думает, что жесть какая-то. Вот я один, вот эта тема, да? Да нет, все хотят детей. Вы полчаса проведите Софа, и вы сразу детей заходите. Потому что она все, она морит. А через них я так Бога узнаю, знаете, завтра хотел написать, об этом скажу сейчас. Одна пришла ко мне, Лиза, несколько дней назад, и говорит, папа, ты меня любишь? Я говорю, люблю. Она говорит, а когда я себя плохо веду, тоже меня любишь? Я говорю, да. А в этот момент я подумал, а это как будто сам Господь обратился ко мне сегодня. Вот Бог, Он Отец. Мы же любим детей независимо от того, как они себя ведут. Правда же? И вот так же с Богом, Он смотрит на нас. И вот через детей ты понимаешь, какой Бог. Ты понимаешь свое отношение к Ним и думаешь, а Бог ко мне так же относится. И поэтому моя молитва, может быть, сегодня, или мое желание, пожалуйста, если бы уже достигли 20, 23, 25, возраст никто не восстановит, 30 лет, если уже вообще пожар горит, да, то есть там, ну, поймите меня правильно, то есть, да, естественное созревание мужчины начинается, и девушки начинается рано. Я думаю, как вы вообще до 30 лет дожили? Пожар горит. Надо думать, значит. Быстрее надо думать, да. Не думай стандартами, а я вот сейчас должен там карьеры добиться, там того, другого, потом жениться. Все по-другому происходит. И гораздо интереснее, чем ты просто приведешь на готовенькое кого-то. Гораздо интереснее, когда вы вместе можете добиваться чего-то. Вместе можете расти, вместе можете удивляться, вместе можете понимать, как все происходило. Пускай так будет в вашей жизни. Поэтому сейчас, когда наступает Рождество, обычно такие проповеди проповедуют весной, да. Но мы заранее, чтобы, да. Будьте смелыми, парни. Девушки тоже будьте попроще маленько, да. Ну, или как, тут как-то найти баланс общий, да. Ну, да, если девушки к вам приходят, они не здравые, да, здесь у нас несколько, мы их стараемся не пускать на молодежное собрание, но если такие попадаются, да, вы к Армену придите, он поговорит с ними. У нас есть одно условие с Арменом договоренность. Если не здравый человек приходит на молодежное собрание, то Армен не приходит. У них такая, да, то есть у них. Ну, в принципе, знаете, я не успеваю для того, чтобы дальше сказать, но если я смотрю сегодня наши фотографии, когда мы поженились с Катей, мы оба были страшными. Наверное, это и объединяло нас. Мы смеялись над днем нашей помолвки с Катей. Она худая-худая была. В таком платье каком-то непонятном, из стрейч-ткани какой-то. Тихо сама сшила как-то. И такие у нее было три лоха на волосы. Ну, так, два и три там. И мы все время над ней смеялись. Потом уже вместе с ней мы над ней смеялись. А потом она посмотрела и сказала, а посмотри, как ты выглядишь. А у меня вот такой пиджак был. И речь, которую я говорил там во время помолвки, я думаю, мне стыдно до сих пор за то, что вообще это все происходило. И вот мы смотрим, а сегодня смотрим, думаем, а сейчас мы вроде лучше выглядим, чем раньше. И знаете, вот любовь или семья, это вместе становиться красивыми. Вместе становиться лучше, добрее. Становиться христианами, много-много-много всего. Это вместе. Не думайте, что ты один можешь всего этого добиться. Вместе гораздо лучше. Аминь. Давайте поднимемся вместе, помолимся. Господь, благодарим Тебя сегодня за этот вечер. Господь, мы сейчас, может быть, не молимся друг за друга, Господь, но молимся о том, чтобы воля Твоя исполнилась в жизни каждого, находящегося здесь в зале. Господь, молимся к Тебе, чтобы не было того, кто чувствовал бы давление, кто чувствовал бы осуждение. Господь, просим Тебя, чтобы Твоя свобода была здесь во имя Иисуса Христа. Отец, чтобы сегодня мы после этого собрания не смотрели друг друга с подозрением, или не ожидали чего-то больше друг от друга, Господь, но были в Твоей свободе во имя Иисуса. Помоги нам, Господь, вывести для Себя урок, но при этом не осуждать или не давить, или не напрягать друг на друга. Во имя Иисуса Христа. Отец, мы верим, что Твоя любовь, она все покрывает. Господь, и у Тебя есть совершенная воля и план для жизни каждого из нас. Господь, помоги нам не пропустить свой план. Помоги нам не пропустить свою судьбу. Помоги нам не пропустить то, что Ты приготовил для нас во имя Иисуса Христа. Господь, в любом случае Ты хочешь, чтобы каждый из нас спасся. Ты для этого отдал Своего Сына, но, Господь, так много всего есть на этой земле, что мы можем пропустить. Молюсь, Господь, о каждом парне и девушке в этом зале во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам увидеть Того самого или ту самую, из которой будем счастливы всю свою жизнь. Во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя. Просим, Господь, чтобы церковь была местом, где браки создаются во имя Иисуса Христа. Молимся, Господь, чтобы парни и девушки женились в нашей церкви еще больше во имя Иисуса. Молимся о том, чтобы браки крепли, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец, мы просим Тебя, чтобы сила была в семье во имя Иисуса. Запрещаем всяким пользам или атакам дьявола восставать против семьи во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, и благословляем Твое великое имя. Достоин Ты всей славы и всей хвалы. Мы любим Тебя, Господь, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Поэтому сейчас, когда собрание закончится, не смотри друг на друга с подозрением. Или с ожиданием. Будь в свободе. Жди. Я помню, однажды ко мне пришел, расскажу еще одну историю, Женя Полонский ко мне пришел. Пришел ко мне и сказал, я хочу с тобой поговорить. Я говорю, давай. А он говорит, ну вот, знаете, как Женя, он так медленно, так издалека начинает, когда вот эти истории. И он говорит, хочу познакомить тебя со своей девушкой, я помню, как так сказал. А в этот момент мы сидели, я, Женя, там еще молодежь сидели. Алина Полонская рядом, Алина Шерстнева-то рядом сидела. И мы так с ней какие-то декорации обсуждали. Он говорит, хочу познакомить тебя со своей девушкой. Я говорю, ну давай, знакомь. А сидим только я, Алина и Женя. И он говорит, ну вот она, я говорю, кто? Говорит, Алина? Я думаю, а-а-а, классно же. И я подумал, думаю, вот так удивительно это получилось. Знаете, вот сегодня, давайте так же, может быть, раскроем свои чувства. Может быть, если тебе как-то неудобно сразу подойти, я вам секрет открою один. Часов в 11 вечера можно писать. Звонить уже неудобно, написать можно. А вот напишешь сообщение, тебя не забьют, не отгонят и, ну, понимаешь, да, то есть, как бы, но написать-то можно. Я даже тебе могу текст составить. Первое слово... Первое слово, знаешь, что такое? Привет. Все, больше ничего не надо. Привет. Девушки, когда получают такое сообщение, посмотри, кто пишет. И сразу не надо говорить, нет, все. Некоторым откройте свои профили в Инстаграме. Удалите, что не нужно оттуда, да, и откройте профили свои. И потом, когда пришло вам сообщение, ну, посмотрите, кто пишет. Ну, посмотрите. Не первую фотографию только, потому что она часто обманчивая, да, то есть, а... Ну, чуть дальше. Я помню, мы раньше, когда покупали машину, мы говорили так, ага, окей. Диски поменяем, руль поставим другой, на коробку ручку поставим другую, ну, то есть, доделаем. Посмотрите, если база есть, то остальное можно доделать. Если он вам пишет и выглядит не очень, думай, окей, ну, в магазин можно сводить его. Переодеть маленько, да, там, и все такое. Засияет парень. Я вам скажу, что если Жасина Бибера отвезти в Сибирь и переодеть, как мужика сибирского, тоже никто не посмотрит на него. Он тоже будет так страшновато выглядеть. И еще такое мумилирование сделать, знаете, как там они делают до сих пор? Ну, или тонирование, что это называется, да, то есть, какие-то вещи такие. Поэтому, то есть, не отвергай сразу. Но будь смелым. Аминь. И пускай Бог благословит всех нас. Аминь.